Решение тех проблем, которые стоят перед нами, например, в военно-политическом смысле, без союзников невозможно. То есть мы нуждаемся в серьезнейших военных реформах, нашей военной доктрины, представлении о безопасности союзников и так далее. Это необходимая часть. Мы говорили об этом. Также важно, чтобы та технологическая революция, которая сегодня идет на Западе и в мире, протекает четвертая промышленная революция, часть которой мы чувствуем даже в Армении. Скажем, молодежь, работающая в сфере информационных технологий, в особенности вовлеченная в сферу высоких технологий, очень хорошо осознает то, о чем я говорю. Возможно, остальная часть народа так остро не чувствует это, но очевидно, что такой процесс идет. И для того, чтобы подняться на этой волне, чтобы мы смогли обеспечить этот технологический взлет, очень важно, чтобы у нас была прямая связь с этими технологическими центрами. Это также одно из необходимых политических условий, а также с точки зрения экономических инвестиций. Все это связано со сказанным мною, что мы должны поменять свой внешнеполитический вектор. И для этих трех пунктов очень важно, чтобы мы поняли, что это необходимые условия, но их недостаточно. То есть наша внутренняя жизнь, наша внутренняя политика, волевые качества нашего народа, осознание, что мы пройдем такой период, который не будет популистским, переходный период, который должен быть периодом затягивания поясов. Но осознавая, куда мы движемся, к какому взлету мы идем, готовясь к этому взлету, потому что этот взлет во всех случаях сопровождается определенной волевой готовностью, потому что мы будем в состоянии катапульты. С одной стороны, сложная, опасная, с другой, также взлетая к совсем другому цивилизационному состоянию. И это также требует эти внутренние волевые качества и видения будущего, не прошлого, а будущего. Это будущее я вижу на оси север-юг, которая должна будет стать одной из важнейших инфраструктурных и транспортных магистралей всей Евразии, которая будет построена по линии, начиная с Пресильского залива, через Черное море, в сторону Европы, к Балтийскому морю. И она будет проходить через Армению. И оказавшись на этой магистрали, Армения решит, как свои военно-политические вопросы, как свои вопросы технологического взлета, как вопросы экономических инвестиций. То есть в комплексе я предвижу для нас вот такое очень блестящее будущее. Но чтобы это произошло, мы должны сегодня найти в себе силы не потерять наше достоинство, понять, что в условиях сегодняшнего тяжелого положения, которое похоже на положение 1918 года, у нас нет никакого права сдаваться. Потому что за отступлением России последует также отступление Турции. Потому что в какой степени проводится политика сдерживания в отношении России, в такой же степени есть также политика сдерживания Турции, которая будет в треугольнике. Это Греция, Кавказ, на Кавказе в основном мы и Курский вопрос. Такой вот треугольник. Затем к нему может присоединиться Украина, став четвертой точкой и трансформируя его в четырехугольник, который будет сдерживать турецкие аппетиты. И не только Украина. Там также есть другие страны. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.